Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Тимиртау людям приходится весь день стоять в очереди, чтобы пройти флюорографию, причиной недоступного обслуживания, несвоевременный ремонт аппарата. Начинающие поэты области собрались на конкурсе творческих личностей, посвященной памяти известного литератора Акселеуси Дембека. Победа в 2 миллиона долларов. Казахстанец Геннадий Головкин одержал победу над обладателем пояса IBF канадцем Давидом Лемье. Предприниматели решили срубить тенге на волне инфляционной ситуации в Казахстане. В шахтерской столице повысились цены на яйца, овощи, сахар, сыры и макаронные изделия. Чиновники причиной роста цен называют увеличение спроса от потребителей. Однако Акима области такой ответ не удовлетворил. Нурмухамбет Абдебеков призвал госслужащих разобраться в необоснованном завышении и наказать инициаторов. Подорожали картофель, сахар, мука пшеничная, сыры, сычужные, пастеризованное молоко. По этим видам товаров рост колеблется от 1 до 10%. Бьют рекорды огурцы и помидоры. Их стоимость подскочила в два раза. Также наблюдаются подорожания мяса и яиц. Со слов докладчиков, инициатором повышения выступают предприниматели. Аким области призвал чиновников разобраться в ситуации. Если это наши фантазии, то надо принять меры для того, чтобы охладить пыл отдельных руководителей. Имеется в виду в торговой сети. О ценах на лекарственные средства отчитался руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев. С его слов ситуация тщательно отслеживается. На территории региона работают около 600 аптек. Стоимость препаратов, обозначенных в меморандуме по сдерживанию цен, держится стабильно. Лекарственные препараты в общем числом 50 наименований, которые отсутствовали на рынке, они стали поступать в аптечную сеть. И наши аптеки социальные увеличили спектр, ассортимент лекарственных препаратов с 500 до 700 сейчас. Глава региона поручил чиновникам продолжать мониторинг стоимости продовольственных товаров. Для стабилизации ценовой политики гаражам приглашают посещать сельскохозяйственные ярмарки, которые проходят каждые выходные. Цены там на 15-20% ниже рыночных. Аймамрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В городе Тимиртауна шумел скандал. Причиной ажиотажа стал передвижной аппарат флюорографии, который в городе уже с лета не в рабочем состоянии. Из-за этой проблемы жители вынуждены стоять в большой очереди. Поскольку аппарат принимает только около 100 человек в день, люди жалуются, что на осмотр попасть просто невозможно. Подробно об этом в репортаже нашего корреспондента. Вам не присесть, вот вы стоите с палочкой, не присесть нигде. Здесь холодно, ни солнца, ничего. Для тимиртауцев на сегодня пройти обследование оказалось довольно трудно. Чтобы пройти флюорографию на передвижном аппарате, жители встают в очередь с самого утра. Но в течение 6 часов они вынуждены простоять на холоде. А беспокоенные люди даже попросили показать нашумевшую проблему по нашему каналу. Многие жители, не дожидаясь своей очереди, уходят домой, так как аппарат принимает в день только около 100 человек. По словам местных врачей, рентгенаппарат не работает только около трех недель. И по нехватке средств аппарат смогли отремонтировать только недавно. Вчера приехала фирма, пришел курьер, привез эту деталь. Приехали представители наладочной фирмы, установили, проверили. Так что на той неделе начинаем работать здесь, на стационарной флюорографической установке. По словам врачей, аппарат абсолютно новый. Однако его в первую поликлинику привезли 10 лет тому назад. И с этого времени ему не требовалось ремонт. Но специалисты уверяют, что единственный аппарат флюорографии теперь прослужит еще надолго. Гульза Ацахова, Александр Терекидзе, 1-й Карагандинский. Многие дворы Октябрьского района преобразились. По программе модернизации ЖКХ капитальный ремонт производились в четырех дворах Майкудука. С бюджета на ремонт было выделено 260 миллионов тенге. Со всеми элементами ремонта дворов ознакомились и наши корреспонденты. В этом году, согласно поручению Акима города, в четырех дворах Майкудука производились благоустроительные работы. Это районы Востоке-1, Востока-3. В улицах Архитектурная и 11А микрорайона. В текущем году, согласно поручению Акима города, выделены бюджетные сорства на благоустройство дворовых территорий, домов, участников программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В Октябрьском районе у нас попали четыре двора. На одном из них мы сейчас находимся. Это Восток-1 дом, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 6, 2. Значит, в общем, на четыре двора выделены сорства в сумме 26 миллионов венгер. То есть, благоустройство выполнялось комплексно. Впервые в городе Караганде. Так они ни разу не благоустраивали. Значит, тут ходили работы такие, как расширение проезжей части. По плану работы проводились в подвальных разводах и в самих подъездах. Были построены новые горки, баскетбольные и футбольные поля. Я каждый день играю здесь. Многие мои друзья с других дворов приходят играться сюда. Так как тут очень интересно. Особенно мне нравится баскетбольное поле. На этом дворе микрорайона Восток-1, дома 3, на месте сегодняшней площадки раньше не было вовсе ничего. Жители довольны всем. Главное теперь сохранить все это надолго. Сделали очень хорошо возле двора. Очень приятно даже. Раньше вот здесь все это было мусором, завалял снегом. Ну, сейчас хорошо, очень хорошо сделано все это. В дальнейшем хотелось бы во всех дворах так бы сделали бы лучше. Кроме вышесказанных обновлений, во всех дворах было установлено скрытые камеры. Теперь жителям не стоит беспокоиться за беспорядок во дворе и об общей безопасности. Гульза Атсахова, Ислам Бегуспанов, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Поздравили с юбилеем. Депутаты городского маслехата накануне выходных навестили известную карагандинку. Малике Искакова долгие годы возглавляла финансовый отдел Караганды и всю свою трудовую жизнь посвятила развитию и улучшению благосостояния шахтерской столицы. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические книжки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки, для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду-не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. К другим новостям. В целях поддержки молодых творческих личностей прошел конкурс начинающих поэтов и писателей, мастеров публицистики имени Акселеу Асейденбекова. Конкурс в этом году проходил на родине литератора. В рамках конкурса претенденты были представлены в разных номинациях поэзии, прозы и публицистики. О творческом тандеме более подробно в следующем материале. На конкурс были приняты произведения претендентов в возрасте от 16 до 35 лет из многих регионов Карагандинской области. Произведения были посвящены историю и культуре Великой Степи, национальных обычаев и традиций, национального самосознания. Такие масштабные конкурсы мы организовываем очень часто. В этом году такой творческий конкурс имени Акселеу Асейденбекова решили провести на родине. Неизвестного журналиста – публициста. Это очень значимое мероприятие для всех нас. На отборочном этапе члены жюри, учитывая изложение автора и особенно своеобразие, определили 10 участников, номинированных на главные места конкурса. В соответствии представленных произведений в финале члены жюри особое внимание обращали на идейно-тематическое содержание и на художественные качества произведения. По окончательным итогам конкурса, гран-при и специальный приз в размере 100 тысяч тенге имени Акселеу Асейденбекова получил журналист областной газеты «Уортал Казахстан» Рауан Кабидолдин. Я очень рад, что сегодня собрались на родине великого человека. Мы, будущее поколение, конечно же, хотим быть похожими на таких личностей, как Акселеу Асейденбек. Через такие конкурсы мы набираем больше опыта, вдохновляем себя на последующие творческие начинания. В финальном состязании по трём этапам определились отдельные места, в которых были представлены сильнейшие соперники. В жанре поэзии первое место получил сотрудник ДВД области Куаныш Милиубаев. Учителю с Бухаржавского района Даулету Султан присвоили первое место в жанре прозы. А в жанре публицистики первое место достался ещё одному молодому поэту Жанимбеку Алиману. Гульзат Сахова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Службы ДЧС Карагандинской области в свой день рождения решили показать всем и каждому свою мощь и умения. 17 октября в Центральном парке города Караганда прошла выставка всей техники и показательные выступления спасателей и юных спасателей, а также открытое первенство по спортивному ориентированию, приуроченное к 20-летию Дня спасателя. Парк стал большой площадкой для проведения экстремального шоу служб сосения и выставки современного оборудования. В этот день на озарение карагандинцев были представлены все единицы спасательной техники, среди которых специальные техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, оперативно-спасательного отряда Центра медицины катастроф и воинской части 52-859. Все они демонстрировали, какая современная техника присутствует, а прохожие с удовольствием были готовы примерить спецодежду и потрогать оборудование, спасающее жизни. На оборудование на сегодняшний день благодаря нашему президенту, благодаря нашему руководству, министерству, комитету, на сегодняшний день обновляется данная техника оборудования. Самая современная техника применяется для ликвидации чрезвычайной ситуации в нашей области. После тщательного осмотра техники заинтересованные школьники показали свое мастерство, в ходе которого юные спасатели демонстрировали свои навыки в тушении пожара. Для этого им нужно было сбить мяч струей воды из рукава пожарной машины. Затем последовало состязание на время, надевание специальной одежды и, конечно же, оказание первой медицинской помощи. Лицей номер два является ежегодным победителем данного конкурса. Показав высокую подготовку и мастерство, школьники и на этот раз показали высокие навыки, полученные в школе. Помимо юных спасателей, свои умения демонстрировали и настоящие взрослые спасатели. Открытое первенство по спортивному ориентированию прошло между спасателями, учениками школ и спортсменами Карагандинского политехнического университета. Горожане не без удовольствия любовались работой чейсников. Главная задача показа была выполнена. Героев узнали в лицо. Убедились, что спасение людей базируется на современной технике и оборудовании. Фариза Улбаева, Лжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Семь нот поэзии. Социальная сеть объединила единомышленников. Группа поэты Караганды в минувшие выходные собрала всех любителей поэзии в областном музее изобразительных искусств. Местных литераторов и всех желающих прочитать свои стихотворения и мини-рассказы собрала литературные встречи, где побывала и наша съемочная группа. Встреча молодых Акул-Пера проходила в приятной атмосфере поэтических нот. Такая литературная встреча от группы поэты Караганды, находящейся в соцсети, проходит в Караганде впервые. Но несмотря на это, встреча объединила 30 единомышленников, некоторые из которых представляли свои работы перед публикой впервые. Один из них – Эльдар Шарипов. Писать стихи он начал с лета этого года и за столь малый срок он написал около 30 стихов, в которых больше всего затронута тема философии и жизни. На подобных мероприятиях я не был. Очень интересно. Очень хотел сюда попасть. Когда собираются много единомышленников, это очень хорошо. Можно выразиться, может быть, услышать какую-то критику объективную. Думаю, это полезно. Для начинающих поэтов, так и для тех, кто уже достиг успехов. Всех начинающих поэтов и писателей в этот день объединила социальная сеть. Оказывается, в интернет-ресурсах можно сидеть с пользой для себя и товарищей по Перу. Первая живая встреча единомышленников придавала вечеру особую атмосферу дружбы. На этом вечере мы хотим поделиться друг с другом творчеством, познакомиться вживую и обсудить дальнейшее развитие поэзии нашего города. Сегодня к нам пришли как люди, которые никогда не читали свои стихотворения или тексты на публике, как и те, которые уже имеют небольшой и достаточно хороший опыт выступлений. Встреча, проходившая на тему «Семь нот поэзии» по своей структуре, имела семь кругов выступлений, как и нот. Первый круг – знакомство и далее тематические круги, где должны были быть озвучены стихи на тему. Несерьезная и шуточная природа, семья и родина, отношения и последний круг – свободное чтение. И всех кругов молодых виртуальных друзей развеселил шуточный круг, где молодые веселые ребята и шутили, и пели. «Я купил машину, огни и квартиру, давай целоваться не буду, сказала, ну что пристал ты? Да знаешь, Галка, я люблю тебя больше солнца и больше луны». На встрече также присутствовали даже те, кто не сочиняет стихи и рассказы сам на фоне живой музыки. В теплой обстановке можно было выпить кофе со сладостями и просто послушать музыку и выступления поэтов вживую. Фариза Аулбаева, Жаслан Макулбеков, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде поселились шаманы, олени, песцы и лисы. Северную экзотику в шахтерскую столицу привез бриллиантовый цирк Якутии. Артисты цирка представили карагандинским зрителям новое шоу «Тепло вечной мерзлоты», традиционную историю противостояния двух враждующих семей. На представление побывала Фариза Аулбаева. Цирковое шоу проходит как театральное представление, в основу которого лег северный эпос о якутских Ромео и Джулетто. Двое влюбленных Алхея Безилла относятся к противоборющимся семьям шаманов. Им предстоит, прежде чем соединиться, пройти немало испытаний. Программа пропитана мистицизмом и сказочными сюрпризами, только в этой постановке никто не умирает. Игра актеров переплетается с акробатическими трюками, полетом под куполом цирка и неожиданными спецэффектами. Кроме сложнейших акробатических трюков, здесь были представлены чудеса эквилибристики, танцы шаманов под мистические звуки варгана и барабанов. Но уникальность якутского цирка не только в людях, но и в четвероногих артистах, северных оленях, песцах и лисах. Такого не увидишь ни в одном цирке мира. Дрессировкой обитателей тундры занимается Екатерина Никифорова. Пушистый песец и хитрая лисица выполняют любые команды дрессировщицы. А еще она единственная в мире, кто работает с северными оленями. Все они очень тяжело поддаются дрессировке. Но самой главной специализацией бриллиантового цирка является акробатика. Среди гимнастов из 20 мастеров своего дела. Александр Голиков – самый опытный. В этой стезе он работает уже 18 лет. Его основной номер – прыжки через кольца. Грандиозный полет через пять колец запомнился всем зрителям и вызвал вал овации. Оно является как бы моим основным, может, любимым номером. Потому что я всегда был, когда занимались, я был активным. И, ну, легко удалось. И хорошо исполнять такие трюки, которые смотрятся классно, делаются легко. Какой же цирк без клоунов? Все представления публику развлекают чукотские клоуны, номера которых заставляют смеяться не только детвору, но и взрослых. Кроме выступлений акробатов и клоунов, карагандинских зрителей порадовали рядом уникальных номеров. Некоторые из них не выполняются ни в одном другом цирке. Больше всего зрителей порадовало представление медведей. Танцы, катание на велосипеде и ряд других трюков со зверями никого не оставил равнодушными. Да и сам цирк вызвал море эмоций и у детей, и у родителей. Классно, интересно, все так красиво, восстановлено. Специально для такого шоу создано 150 эксклюзивных костюмов для 30 актеров и грандиозное декорационное и световое оформление. В Казахстане труппа планируют пробыть полгода. Гастроли прошли в Алмате, а далее продолжатся в Астане, Шемкенте и других городах Казахстана. Ну, отдельные номера были во многих странах мира, в Китае, в Японии, в Америке, практически всю Европу объездили. Вот, и в фестивалях очень много были, в Монте-Карло, в Латино, в Москве, в городе Саратове, в Самаре. Вот, и, в принципе, мы достаточно много ездим с этой программой и какие-то отдельные номера. Чтобы показать карагандинскому зрителю самое лучшее, артистов ждут ежедневные тренировки и, конечно, радость от встреч, которую получат и артисты, и зрители. Море юмора и позитива. Вместе с артистами порадовать карагандинцев приехали олени, медведи, лайки, лица и другие животные. Грандиозное шоу продолжится до 8 ноября. Чемпион мира в среднем весе Казахстанец Геннадий Головкин одержал победу над обладателем пояса IBF канадцем Давидом Лемье. Это 34-я победа 33-летнего Головкина. Он защитил титулы WBA, IBO и WBC, а также завоевал пояс IBF в этом же весе, которым владел Лемье. За этот бой казахстанец получил 2 миллиона долларов. Поединок начался с атак казахстанского боксера. Головкин выискивал слабые места в обороне у Лемье. Канадич же пытался отбиваться. Во втором раунде Головкин усилил выпады на Лемье и нанес несколько точных ударов. Triple G вел бой очень сконцентрированно. В начале четвертого раунда Лемье активизировался. Однако ответ Головкина заставил канадца потерять на какое-то время пространственный ориентир. В пятом Головкин ударом в печень усадил Лемье на колено, после чего ему был отсчитан нокдаун. В восьмом раунде Головкин одержал победу. Поединок завершился техническим нокаутом. Большое спасибо моим друзьям, моему народу и всем, кто болел за меня. Дэвид хороший противник, я уважаю его, но сегодня мой час. Спасибо всем. Этот поединок стал для казахстанца третьим. В 2015 году и 34-м на профессиональном ринге. Во всех боях Головкин одержал победы. Причем в 31-й из них и в 21-й подряд он уходил с ринга досрочно. 26-летний Лемье потерпел третье поражение в карьере при 34-х победах. А Имамрина Александр Цирихидзе – первый карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Увидимся в эфире. Аман Сау Болгстар. Редактор субтитров А.Семкин